Слава нашему Господу, братья и сестры, за это благоприятное время, которое мы с вами имеем сегодня, в этот воскресный вечерний час. Я хочу немножко напомнить нам несколько мест священного Писания, но прежде я напомню, Давид подчеркивал одну мысль о Слове Божьем, он говорил, знаете, у лодки есть два весла, и если двумя веслами лодка будет управляться, будет грести, то будет движение к назначенной цели. А вот если одним веслом грести, ну, она будет кружить на месте, и какую бы цель перед собой не ставил, она будет по кругу только ходить. Даже для того, чтобы в каком-то направлении плыть, если только одно весло, то нужно тогда с обоих сторон работать этим веслом, то с одной, то с другой стороны, чтобы как-то куда-то двигалась лодка, направлять ее. Это зачастую бывает невозможно. Поэтому нам с вами нужно два весла, чтобы грести, чтобы двигаться в определенном направлении к назначенной цели. Я просто читаю в послании к Ефесянам, я прочитаю один стишок, не буду читать все место, но это с шестой главы, восемнадцатый стих. Апостол Павел говорит, всякую молитву и прошение, молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благоествования. До этого места. Я сегодня хочу несколько слов поделиться с вами именно рассуждением о молитве. Здесь апостол говорит, всякую молитву и прошение, молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. Ну, мы прекрасно понимаем, что молимся мы и умом, молимся мы и духом. И я не знаю, приходилось ли вам за собой наблюдать, с чего состоит наша молитва, когда мы молимся умом. Когда мы молимся духом, то мы не понимаем, о чем молится дух, мы молимся духом. И, как написано, Бог знает, какая мысль духа. Бог знает. Но, когда мы молимся умом, приходилось ли вам наблюдать, из чего состоит молитва. Очень часто наша молитва состоит из просьб. Или только из одних просьб. Или просьбы, просьбы и опять просьбы. И далеко не всегда в нашей молитве присутствуют благодарности. Далеко не всегда. Не знаю, как у вас, но у меня надолго не хватает моих слов. Не знаю, на пять минут с трудом хватит, чтобы мне молиться только умом, только моими рассуждениями. Разве только, что есть какая-то определенная нужда, и я за кого-то молюсь. О ком-то, о конкретной нужде, то я могу дольше молиться. А своими словами, если просто моя молитва, то больше пяти минут не хватает. Духом можно молиться дольше. Но вот апостол Павел говорит во всякое время. И старайтесь о тем самым со всяким постоянством. То есть он говорит о том, что, во-первых, у нас было постоянство, а потом говорит во всякое время. Вы знаете, мне вспоминается, когда Анна молилась в храме. Я всегда удивляюсь, когда вспоминаю этот случай, я всегда удивляюсь. Я понимаю, что она не первый раз была в храме, не первый день. Много раз она была. Но вот в тот раз, когда она была в храме, мы видим, что священник даже не понимал, о чем она молится. Он не слышал ее слов. Он только лишь замечал, что губы ее шевелятся, но она ничего не произносит вслух. Как долго Анна молилась? Как много слов она произносила, мы не знаем. Не написано совершенно о содержании ее молитвы. Но вот священник сказал несколько слов. Что особенного сказал священник? И это при том, что мы знаем, что священника Илья, хотя у него по священству, у него не было недостатка. То есть нарушений у него не было в священстве. У него была проблема с детьми, и после этого Бог уже дальше там свое дело делает. Но мы видим, что по священству у него не было. То есть он был священник, он был на своем месте. Но когда он услышал от Анны, что она не пьяна, но она жена, скорбящая духом, он говорит ей несколько слов. И она встала, ободрилась и пошла уже радостная. Что же случилось? Что произошло? Вот до этого она скорбела духом, она плакала перед Богом. А тут вдруг она уже встала, как бы привела себя в порядок, и все, пошла уже дальше, радуясь. Знаете, иногда мы рассуждаем и говорим о молитве. И когда мы говорим о молитве, иногда бывают в нашей жизни различные трудности, правда? Бывают различные переживания, какие-то проблемы в нашей жизни, и мы пытаемся их решить. Как мы их решаем? Как мы подходим к решению каких-то проблем и каких-то трудностей? Бывают разные. Мы понимаем, что нужно молиться, да. И зачастую у нас получается так. Мы быстренько помолились пять минут, а потом бежим, пытаемся решать как-то, устроять как-то. Что-то организовать или что-то сделать, как-то решать свои проблемы. Я прочитаю один стишок, что здесь Давид говорит. Это Псалтырь, 108-й Псалом. «Отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Интересное выражение. Тогда, когда восстают против Давида, когда злословят его, когда без причины ненавидят его, ругают его, он говорит, а я молюсь. Поступаем ли мы как-то подобным образом? Бывает ли в нашей жизни, когда мы попадаем в какие-то переделы в нашей жизни, что мы молимся? Тогда, когда трудности у нас, когда нам кажется, нужно решить что-то сделать. Очень часто бывает, нам кажется, что нам нужно куда-то бежать, что-то делать, что-то предпринимать, что-то сделать хочется, потому что нужно разрешить свои проблемы. И далеко не всегда мы молимся. Знаете, однажды в России я попал в проблему, я как-то уже рассказывал, там с местной мафией немножко зацепился машинами. Но мне поставили условия, мне нужно было отремонтировать их машину. Я, конечно, я в том городе вырос, родился, я знал очень много ходы-выходы. Это перестроечное время уже, такое движение, мафия очень сильно открыто работала. И я быстренько постарался решить эти проблемы, я нашел пути, денег, конечно, особо не было, но я нашел все пути, отремонтировал их машину, все. Знаете, одна причина, другая причина, то-то, то-другое предъявляют, и как бы не решается основная проблема. Я должен был отремонтировать их машину, отдать им, они бы вернули мою, и как бы конфликт исчерпан. Но на самом деле это не так. Там было далеко идущее последствие. Ну, конечно же, все это время мы молились, дома молились, но кроме того, что молились, я пытался сделать, пытался решить проблему. Я вижу, что не решается проблема. Мы очень усиленно молились, очень усиленно молились. И один раз попадаю на молитву, и Бог говорит такие слова, я определил время. Пройдет время, и вопрос решится. Сколько это времени? На то время прошло уже несколько месяцев. Я не знаю, сколько времени. Мне нас задавали очень много вопросов. Ну, они, конечно, пытались как бы через этот оксидент все это, но далеко слишком было. Все. Мы дома поговорили, я жене говорю, все, останавливаемся. Все ставим, пусть стоит и ждет. Раз Бог определил время, значит вопрос решится в свое время. Все, я больше ничего не делал, никуда не ходил, никого не искал. Мы молились, продолжали молиться. Еще месяца где-то два с половиной, может даже около трех месяцев прошло, когда ко мне пришли домой, постучали в дверь, вежливо поговорили со мной, как нормальные культурные люди разговаривают. Все порешали вопрос, разошлись мирным путем, и все на этом закончилось. Бывают обстоятельства, когда Бог ставит какие-то условия, и мы часто этого не знаем. Вот Павел говорит, что всегда, во всякое время, старайтесь о всем самом, со всяким постоянством. Как мы в жизни практически можем это исполнять? Знаете, есть еще одно место такое. Я думаю, что вы все прекрасно помните, когда Иосифа принесли в храм, и там была еще одна женщина. И вот что о ней написано. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от детства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Смотрите, какое интересное свидетельство о ней. Постом и молитвою. Она не отходила от храма. Постом и молитвою служа день и ночь. Сколько же времени она проводила в молитве? Сколько проходило времени она пребывала в молитве? Конечно, если бы в реальности просто посмотреть, и сколько же на самом деле она проводила вот это в молитве. Но такое свидетельство о ней, что она постом и молитвою служила в храме, служа Богу день и ночь. Такое интересное свидетельство о ней. Иногда мы, бывает, не знаем места, не знаем, как бы, к чему еще приложить наши старания или усилия. Но вот такое интересное свидетельство за эту женщину, которая постом и молитвой служила Богу. Как же в нашей жизни практически получается? Бывает ли в нашей жизни молитвы долгие или бывают короткие? Получаем мы результат или мы не получаем результат? Бывает ли мы, когда мы исполняемся духом, или, может быть, мы просто молимся? И на это все? Иногда мы ищем ответы. Иногда мы ищем ответы, потому что в жизни нашей случаются какие-то обстоятельства, какие-то трудности, и мы ищем решение этих вопросов. Как же эти вопросы решить? Как же наши проблемы разрешить так, чтобы не было в жизни нашей таких каких-то трудностей? Если вспомнить время бывшего Советского Союза, когда преследовали христиан, то вы понимаете, что громко, сильно молиться было просто невозможно. Сегодня мы, находясь в церкви, в своем помещении, ну, как бы нас никто не стесняет. Тихо ты молишься, громко молишься. Долго ты молишься или мало ты молишься. Наши молитвы короткие или могут быть долгие. Но вот тогда, в то время, наши братья тоже молились. И я знаю, что они молились, может быть, много больше, чем большинство из нас, скажем так. Я знаю, что братья молились и очень много молились. Но нельзя было громко молиться. Что же делать? Нельзя было, чтобы соседи... Хорошо, если еще были свои частные дома. То еще немножко было более свободней. А многие люди, кто-то жили в городах, в квартирах жили. Пока сами, если дома молятся, то еще как-то ничего. А если кто-то пришел? Были места, где не было других мест или других возможностей. Они на квартире собирались, проводили служение. Приходили тихонько, так, чтобы не создавать шума, и так, чтобы соседи не слышали. И нельзя было громко молиться, нельзя было громко петь. Они шепотом пели. И молиться так же само. И как же быть? Неужели Бог не слышал их молитвы? Когда нас постигают какое-то горе, какие-то трудности, то мы уже не смотрим, что вокруг нас. Порой бывает, мы забываем, просто забываем обо всем, что вокруг нас. Потому что настолько печали или какие-то трудности посещают нас в жизни. То я хотел бы обратиться к свидетельству об Иисусе Христе. Что говорит о нем Священное Писание? Ведь мы видим, мы знаем, что Христос ночью удалялся для молитвы, потому что днем ему было некогда. Днем его окружал народ. Он был с учениками. Плюс его окружал народ. Много народу. Ему нужно было говорить. Ему нужно было учить людей. Мы видим, много он чудес совершал, и все это днем происходило. И тем не менее, такое свидетельство записано в послании к евреям. Он говорит такие слова. Он в однеплоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Вот здесь апостол Павел говорит, что Иисус Христос, будучи при жизни, в дни своей плоти, он с сильным воплем и со слезами приносил молитвы и моления, могущему спасти его, то есть Отцу Небесному. Иногда мы слышим такие высказывания, говорят, а это же был Христос, это же был Сын Божий. Что ему было? Дорогие мои, он был в такой же плоти, как и мы. Он был также подвержен всему, чему мы сегодня с вами подвержены. Он также мог болеть, он также мог переживать, он также чувствовал усталость, когда ходил, учил народ. Ему нужно было также отдыхать, ему нужно было питаться. Все это, как всем нам, обычным людям, нужно, он также, ходя во плоти, он переносил. И тем не менее апостол Павел говорит здесь, что он с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. То есть Иисус Христос вот такие молитвы совершал. Таким образом он молился Отцу Небесному, чтобы исполнить волю Божию. Чтобы исполнить волю Божию, чтобы полностью воля Божия совершилась в жизни Иисуса Христа. Он знал, для чего он пришел. Он знал, какова воля Божия. Но и он знал, через что ему придется пройти. И вот в одни жизни своей он принес молитвы и моления, могущему спасти его, то есть Богу, Отцу. Иногда бывают в жизни наши, нам нужно такие молитвы и моления делать в нашей жизни. Такие бывают обстоятельства. Так бывает нужно. Это не говорит о том, что не слышит Бог наши какие-то тихие, может быть, молитвы. Или, может быть, только громкие. Нет, дорогие друзья, не так. Но от состояния нашего сердца бывает мы тихо молимся, а бывает и громко молимся. И Бог слышит молитвы. Бог слышит. И Бог желает, чтобы мы с вами сегодня доверяли Ему, чтобы мы могли жизнь свою полностью доверять в руки Бога. Полностью. Не всегда у нас так получается. Не всегда. Очень часто мы надеемся на какие-то свои дела, свои связи, свои силы, может быть, надеемся. А Бог желает, чтобы мы полностью доверились Ему. Чтобы мы полностью уповали на Него. И если это будет в нашей жизни, если мы с вами сможем это, то мир Божий будет в нашей жизни, в наших сердцах. Мир Божий будет наполнять наши сердца. Братья и сестры, в нас не будет смятения, в нас не будет тревог больших. Переживания будут. Мы от этого никуда не уйдем. Мы в плоти. Мы живем на этой земле. Много переживаний здесь. Трудности, различных скорбей. Но во всех их помощник Господь. И поэтому, братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами молились. Чтобы мы молились и молились так, чтобы мы были услышаны. Чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Чтобы мы получали ответы. Чтобы Бог благословлял в нашей жизни. Для этого мы должны приносить Богу наши молитвы, моления и прошения. Да благослови всех Господь. Помолимся. Дорогой Господь. В этот вечерний час, Боже, мы благодарим Тебя, Господи, за милости Твои. За Твою любовь и заботу, Боже, за то, что Ты благословляешь свое нас.